друзья всем привет вот такое у меня доброе утро сегодня это не волга это типа заливчика а волга там за домами но вернее тоже один из проливов дельты реки и в общем температура сегодня до 5 градусов ночью падала и сейчас наверное где-то в районе 15 может 18 поднимется днем вот так вот выглядит собственно этой гостинице очень много людей здесь переехали на джипах почему а вот тоже вся в пыли видимо затирал приехал на это это мы еще были джипы другие золотой затон называется гостиница но как бы четыре звезды но не первой свежести короче говоря не знаю в общем нормальная гостиница можно переночевать одну ночь в принципе ванна у них есть можно отдохнуть расслабиться после дороги все я еду в атерау у них вот здесь в астрахани есть дорога я не знаю как она называется сейчас может быть увижу вроде бы широкая вроде бы как бы здесь машины все ездят и вот в каком-то момент они здесь скидывают скорость до 20 километров в час и камеры стоят и то есть вы можете как бы ну это грубо говоря трасса как как оба я наверно наши и вот они скидывают вы должны ехать 20 не знаю чем это связано может быть там школа рядом или еще что-то 20 это совсем очень мало у нас как бы возле школы там-то 40 скидывают а здесь прям много лежачих полицейских и они прям любят такие делать лежачие полицейские поставят один потом еще один рядом но я думаю это все связано с тем что люди как бы здесь носятся вот во-первых знаки лежачие полицейские они еще и любят делать лежачие полицейские где плохая дорога там и так не разогнаться а еще плюс ко всему эти полицейские лежачие в общем короче мне ехать до астрахани 372 километра показывает 7 часов в лучшем случае я там буду в 6 часов вечера то есть закладывайте что с астрахани до одрау но или назад вам понадобится целый день ехать вот 10 часов я выезжаю ну да желательно конечно выезжать пораньше потому что я вчера поздно приехал я приехал это в районе сети пока туда-сюда уже 12 было и конечно я до 10 проспал потому что мне как бы 10 часов любом случае нужно спать я даже никуда не еду когда 10 часов сплю а здесь я немного устаю совсем чуть-чуть вообще вот эти расстояния все люди преодолевают они проезжают в два раза больше чем я я не знаю как они едут там на энергетиках или еще как-то это на самом деле очень опасно потому что как бы это такая изнурительная работа по сути утомительно одно и то же одно и то же дорога машины дорога машины дпс дорога машины дпс вот в этих двух республиках дагестанской чеченской больше всего меня останавливали здесь в астрахани я вообще никому не нужен калмыкии и наверное все таки это тоже с чем-то связано я сейчас буду проезжать вот как раз таки по моему через центр тут рядом волка мы все ехали ехали тогда где аурск оренбург там с той стороны это волка была и теперь я доехал вот уже до места где она как раз распадается на дельты и впадает в каспий вчера ехал вечером ну вот по моему даже по этой же дороге ну или по какой-то другой не важно то есть по всем дорогам где ехал там не было вообще абсолютно машин нигде они не стояли даже не были где-то вот рядом с какими-то местами припаркованы видимо люди прячут здесь машины и но видимо это связано с тем что все равно какой-то существует здесь криминал то есть на дорогах никто машины не оставляет ну допустим наверное как в турции да или даже у нас в алмате но у нас наверно в алмате как бы паркуют потому что и парковать то особо больше негде машину много город не такой не так рассчитаны вот вот эти все машины как бы они все ну приехали то есть они выехали откуда-то либо из гаражей либо с каких-то паркингов парковок то есть я ехал специально вот обращал внимание думал ну вот как как это так город и практически вообще нет машин его час они все эти машины здесь оказались на дорогах да по выезжали вот так возле обочины много машин припарковано видите 20 километров в час непонятно зачем еще и эти полицейские сама по себе дорога как как одна большая какая-то я не знаю лежачий полицейский они еще и наделали проезжаю астраханский кремль я так понимаю крем или это не москве раньше было это ну типа какой-то крепости такого укрепления или какой-то какого-то старого города который но был во многих городах россии вообще в целом не застроен многоэтажками очень очень мало многоэтажек в основном все вот такие вот но несколько этажные двухэтажные трехэтажные и много сохранилась вот архитектуры здесь есть отели которые ну я смотрел тоже которые были раньше особняками какими-то там дворцами или как это назвать то есть какими-то зданиями такими старыми и из них и из них сделали собственно сейчас отели либо еще какие то то есть они сохраняют и облик и вот это наследие культурное и так далее если работать на дядю на тете не заработаешь жизненный юмор в общем здесь еще плюс ко всему очень много проливов всяких разных и поэтому город он как бы но на таких реках очень много всяких рек типа как венеция и поэтому здесь тоже затруднительно немного движения потому что нужно проезжать постоянно по мостикам и то есть нельзя просто проехать прямо и как бы выехать сразу но все равно машин немного трафик небольшой и можно ехать спокойно даже несмотря на то что пятница утра и в принципе как бы люди на работу едут и можно ехать нормально вот это было этот город был частью золотой орды и потом российская империя то есть завоевала этот город и короче говоря стал этот город российским но многие люди которые здесь живут они очень похожи на азиатов на казахов вот этот я тоже смотрел гранд-отель он стоит по моему в районе 5000 рублей но я позвонил и они сказали что парковка есть но она занята и поэтому я сюда не поехал типа мест не осталось да у них тут такая парковка ну видимо можно как-то рядом парковать но короче говоря я обратил внимание что не бросают на улицу машины не знаю почему остались остались деревянные тоже здание как вот в тех городах которые мы проезжали я думаю их не разрешают ломать ну типа как наследие культурное наследие и сносить сносу не подлежат скорее всего какие-то штрафы тоже есть за то что но если человек будет сносить эти здания по сути конечно же это правильно потому что вся европа они наоборот стараются какие-то вот эти свои старые здания как-то использовать наоборот подчеркнуть еще что-то но просто разница в том что там как бы из камня строили а здесь и спала и конечно же дерево имеет срок службы конечно их можно отреставрировать там можно помазать покрасить гидроизоляцию сделать лаком покрыть но все равно камень есть камень много собак здесь бегать я не знаю это бродяжные собаки или какие вчера тоже много собак видел ну типичный российский город или как наш казахстанский какой-то все похоже дворы и подъезды все 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 похоже знаки вот этот человек что делает и вот яму вот такие мне сейчас предстоит увидеть такие яма тоже к счастью у меня высокая машина и большая резина и мне в принципе как бы без разницы и ехать там вопрос во времени только будет ну и я переживаю что фильтр может пылью забиться у меня как бы есть еще один фильтр я наверное этот забью пылью а тут поставлю поменяю и шаюсь за астрахани только что покинул река прямая балда то есть здесь не только волка на самом деле здесь несколько рек или даже много и очень много мостов и эти мосты прям так активно охраняют там камеры и солдаты охраняют тоже все мосты в общем здесь с этим все четко там с правой стороны еще железнодорожный мост идет ну и вот собственно все начинаются здесь леса поля город закончился не было никаких пробок вообще ничего такого просто обычный трафик светофор люди друг друга про и пропускают проезжают и все то есть не такой трафик сумасшедший как у нас в алмате у нас в алмату можно заехать через центр проехать и целый день там оставить вот окраина астрахани вот так выглядит то есть тебя за рекой по сути уже ничего нет потому что ну потому что нет сообщения нет дорог и так далее коммуникации нет никаких как бы поэтому там никто ничего не делает я уже проехал грузию проехал почти всю россию но часть россии на моем пути и я ни разу не покупал сим-карты потому что сейчас уже вообще нет смысла этим заниматься из-за того что доступный роуминг стал и еще плюс ко всему вы можете покупать и sim сейчас практически все телефоны поддерживают это электронная сим-карта вы ее просто по qr-коду у себя регистрируете в телефоне это очень легко и просто делается и у вас есть всегда доступный интернет то есть он там стоит на самом деле не так много практически столько же он стоит сколько бы я купил сейчас сим-карту там заплатил пополнил был баланс может чуть чуть меньше но вы экономите времени то есть вы сразу только пересекли границу и у вас как бы готовый интернет на руках и как транзитный вариант это вообще просто идеально я кита оставлю ссылку приложением которые я пользуюсь там приложение дает карту с бесплатным вернее с карту с вайфаем с точками вайфай и то есть там есть пароли от этих вайфа и то есть вы можете подъехать глупо говоря там ресторану или там кто-то к заправке или кафе и там будет вайфай и то есть на карте будет видно пароль для этого вайфа очень удобно и через это приложение также можно покупать и сим-карты только проехал астрахани и вот началась здесь полна ребенка 60 километров часу можно ехать там конечно ребята разогнались но не знаю для машины мне кажется вообще это не вариант нести здесь да и вообще в общем в целом на такой дороге очень легко потерять управление потому что подвеска может не отработать и короче говоря лучше не носиться сколько я проехал вообще мест на земле почти уже 30 тысяч километров я проехал и вот нигде вот таких дорог собственно не было только вот в этой части россии ну и наверное в казахстане мы с вами будем встречать такие дороги где вроде бы эта трасса которая ну как бы соединяет по сути города две две страны соединяют а дорога здесь вообще такая так себе но это видимо подготовка к тому что будет то ли еще будет наверное я там буду радоваться что ехал по такой дороге потому что там говорят 50 километров вообще просто накатанная степь и как бы эта трасса которая соединяет но по сути два города я вот здесь вот через реку бузан есть такое сооружение очень интересная очень сильно похоже на какой там понтонный мост военный что ли или я даже не знаю как это они сделали в общем это вроде бы как бы какое-то частное сооружение что ли потому что там частники просто сидят в удочке собирают деньги без чеков без ничего ну и по всей видимости построили сварили его здесь из железных понтонов вот таких военных ну и собственно как бы машины здесь через реку перебираются я видел это сооружение на видео я не знал что оно такое как сказать хлипкая или я даже не знаю как объяснить ну вот мы прям по воде условно едем наверное здесь легковая машина не проедет или как я даже не знаю у них там ставки разные для всех машин то есть по всей видимости чем тяжелее машина тем но больше она износа причиняет этому мосту и возможно его периодически ремонтируют или чё короче 170 рублей почти тысяча деньги три доллара стоит проезд но для европы как бы это нормально ну и наверное чтобы объезжать тоже как-то тоже чтобы много не обижать это тоже по сути нормально но чайки сидят вот рыбаки тут рыбу ловят но это блин такое такое зрелище конечно с одной стороны грустно что мы как бы живем в стране в такой где частники взяли сделали из понтонов какой-то мост через реку и но мы платим деньги чтобы по нему проехать а с другой стороны были не знаю но другого выхода нет он здесь метров 500 наверное максимум и по моему альтернативы здесь нет другой никакой никак вы не можете по-другому проехать я могу ошибаться но вы мне напишите пожалуйста в комментариях и здесь на низкой машине тяжело прям будет ехать я сейчас заехал на заправку ну такая приличная заправка возле этого моста такая крупная и в общем они не принимают карты вообще у них в россии и в грузии есть такая привычка не принимать карты вот мы нет не принимаем или не работает терминал только переводом или там еще что-то и короче говоря даже российские карты не принимают вот в таких местах поэтому нужно иметь всегда кэш с собой я еду сторону караузека тому же по моему сейчас дальше все казахстан я просто думал залить хорошего бензина хотя бы чуть-чуть на дорожку в россии мне на 250 километров осталось бензина она сказала что через 40 километров будет еще заправка не знаю в общем короче говоря имейте ввиду что в грузии в россии нужна наличка и желательно в россии рубли а в грузии лари соответственно вот здесь уже видимо финишная прямая никто туда не едет но одна машина едет за мной а так вообще здесь очень мало машин уже все степи там написано свалка где мамусов сюда привозят короче говоря начинается пустошь утопия и так далее поехал в караузек и по всей видимости там уже прямо по курсу кпп так здесь три фуры стоит ну и там есть тоже вроде бы чуть-чуть машинок но я думаю мы сейчас с вами это все быстро пройдем не думаю что там прям большое скопление людей скорее всего нет никого и вот это вот уже заключительный город населенный пункт на территории россии вот кафе есть там еще что-то там пару машин стоит ограничение по скорости все я почти в казахстане друзья только что прошел российскую границу буквально несколько машин там наверное три или четыре машины передо мной было ну и собственно 15-20 минут все быстро четко но попросили как вот открыть не знаю зачем они что они там смотрят под капотом видимо у них по требованиям это так положено здесь дорожные службы делают разметку рисуют и короче говоря я почти в казахстане друзья в родном казахстане в родном краю а классно с одной стороны конечно интернет будет нормальный деньги нормально можно оплачивать ну я как бы и так нормально все везде оплачивал но все равно дома как-то это все привычнее переводы и так далее так я пока стоял разговаривал говорят что бывает очередь ну вот сейчас пятница 11 часов ну прошел за 20 минут может даже за 15 никаких лишних вопросов все на позитиве друзья что то я не совсем понял тут вот котяевка еще три километра и на границу с россией я вроде бы как бы перешел мне даже печать поставили да и что то я не могу понять то ли здесь транзитная зона такая большая то ли еще что то казахстанскую границу я еще не проходил там по моему есть мост по мосту нужно переезжать мост дружбы но здесь прям очень большая такая транзитная зона я уже вот несколько километров еду либо это не транзитная зона либо либо что вообще я не могу честно говоря понять короче говоря я пока еду сейчас навигатор включу вот здесь мост есть через какую-то реку да и скорее всего там будет казахстанская кпп ну я километра наверное два или три проехал если не больше вот здесь по моему на мосту казахстанская кпп мост он соединяет вот как раз таки две две страны вот там уже все казахстан собственно переехал я речку и все вот там уже мечеть и вот это кпп именно казахстанская сторона потому что я прям еду 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 и не могу понять что это я еду куда я еду печать там мне казахстанскую не поставили и в общем вот этот пограничник на мосту который российский стоял он говорит когда здесь разливается река все затапливает поэтому ну такая большая транзитная зона здесь в принципе тоже нет нет никакой очереди только фуры стоят ну и там вот наверное несколько машин одна машина тойота прада только стоит и все легковая но у нас отдельная очередь все друзья я на территории республики казахстан там стоит вот машина дорожной полиции по-моему они как раз таки не дают никому залезть без очереди обычно бывает что вот здесь вот залезают люди без очереди и короче говоря вот один лезет уже 200 километров надеюсь там будет заправка у меня топливо на 220 километров осталось вот так они лезут но здесь ладно еще допустим здесь а он фуры объезжает а там бывают прям вообще залезают набиваются и поэтому полицейские это все регулирует 275 со стороны казахстана прям большая пробка и друзья что нужно отметить это вот все фуры со стороны россии прям этого не было короче говоря на всем вот этом пункте сначала работал один пограничник который печати ставил в паспорт потом их стало двое то есть там получается ну встречная полоса и вот полоса по которой я ехал должно быть пойти с одной стороны один пограничник хотя бы и с другой стороны а там один пограничник на весь пункт то есть он и с той стороны и с другой стороны там пока я стоял минут 20 в очереди ждал там одна машина с Нидерландов их прям досконально прям собаку засунули они на джипе ехали у них палатка сверху досконально прям все проверяли везде собаку засунули в машину везде капот открыли в бардачке лазили ковырялись я думаю это связано с тем что иностранцы когда приезжают в казахстан они здесь балуются травкой у них то как бы это все разрешено и возможно кто-то пытается с собой вывести провести ну и конечно же это серьезное нарушение серьезное преступление перевозка наркотиков и в общем они прям с пристрастиями и так все ищут разыскивают и короче говоря имейте ввиду что запрещенные вещества а меня я сейчас заезжал в казахстан ко мне даже не заглянул никто в машину видимо они знают он даже дверь не открыл пограничник я думаю ну сейчас будут проверять у них там ямы есть которые снизу проверяют я думаю ну сейчас будет проверка даже не посмотрел даже к моей машине не подошел я к нему подумал он говорит что какая это все проезжай поставил печать и все типа досмотрено ну все друзья я в казахстане наконец то увлекательное было конечно приключение но оно еще не закончилось в общем дорога вот здесь возле пункта вроде бы асфальт вроде бы нормальная причем возле пограничного пункта такая хорошая дорога это на самом деле редкость даже для каких-то таких стран типа Турции потому что я подъезжал где я проходил в Али там была ну не такая дорога она наверное сейчас конечно сузится или еще что-то в общем сейчас пока ехал разговорился говорят что к обеду приедешь в Атерау есть участок дороги не очень хороший но типа таксисты там сто пролетают и даже больше поэтому типа вообще на своей машине едь не переживай и ну нормально все будет ну вот он кстати за мной по моему таксист как раз таки мчится я переживаю единственно за пыль потому что я не хочу чтобы у меня машина надышала сейчас пылью ну я короче говоря фильтр сейчас забью себе здесь и в Атерау буду искать либо фильтр новый либо буду искать где продуть как следует мой второй фильтр и поставить ему друзья на мое удивление Казахстан встретил прям очень хорошей дорогой ну новая дорога видно что ее только построили со знаками с разметкой вот с освещениями и даже отбойники есть на мостах ну и качество такой дороги относительно неплохое ну это только новая вот только ее буквально наверное может даже в этом или в прошлом году только построили потому что в некоторых местах они вот отбойники забивают и я проехал уже километров 10 наверное по такой дороге не знаю сколько она будет длиться через 20 километров у меня будет какой-то типа поворота ну в общем мне сказали что здесь постоянно дорога идет то есть дорога одна вот так здесь друзья живут люди там никакого асфальта нет ничего нет заборы в каждом доме и газовые трубы газ здесь есть но вот эта школа по-моему ну все грунт везде полностью грунт асфальт асфальт вот только трасса асфальтирована и то как бы недавно сделали а в основном целом по-моему орлы это место называется придорожный сервис вот гостиницы строят но все равно пока еще здесь все очень утопично потому что я думаю есть кусочек дороги там недоделан и его уже когда доделают потом люди сюда поедут а сейчас пока ну здесь и машин собственно пока еще мало и пока так ну вообще это один из самых оптимальных вариантов попасть из Алматы в Грузию потому что ну вы просто грубо говоря проезжаете мимо Каспийского моря и все оказываетесь в Астрахани вот вообще было бы самое идеальное это конечно попасть куда-нибудь в Дагестан или в Чечню по морю прям вот именно по морю на кораблике на каком-то на ферри и это был бы самый короткий путь или может быть сразу в Баку но там в Азербайджане какие-то строгие правила там нужно какой-то депозит страховой вносить что-то нужно как-то связанное с таможней там какие-то препятствия они создают и в общем у них еще по-моему ограничение ковид до сих пор действует то есть там не так просто туда попасть на корабле и машины и легковые они по-моему не перекидывают только фуры там в общем очень много препятствий приходится объезжать поэтому все навигация пытается меня скинуть вон туда направо вот на вот эту степную дорогу проселочную но прям вот даже есть путь что там как бы люди ездили раньше ну совсем недавно в общем по степи ну я-то вижу что здесь есть трасса нормальная и как бы я еду вот она то есть думает что я должен там ехать я подозреваю что раньше там была вот в степи дорога и не то чтобы была она как бы и будет такая дорога мы ее еще с вами увидим вот я еду уже километров 30 проехал по вот такой трассе очень хорошая причем она из-за того что ровненько она не продавленная но новая из-за этого то есть она хорошего качества еще до сих пор фуры ее не ушатали здесь будет летом очень жарко и фуры будут выдавливать вот заправку только построили но еще не открылась я думаю ее очень скоро уже откроют и здесь будет вот это одна из самых качественных заправок потому что я вот сколько еду от трассы от границы там возле границы была одна более-менее такая заправка но я подумал что еще будет и не стал заправляться у меня топлива еще на 200 километров хватает я думаю за 200 километров будет еще заправка и я успею установиться в общем друзья эта трасса это вот претендент на то чтобы поехать в следующий раз здесь чтобы не делать там не объезжать такие крики не писать прям хорошо так идет на мое удивление я честно был готов готовил себя к худшему я прям приятно удивлен вот Курмангазы уже один километр то есть я до Курмангазы доехал по вот этой магистрали и она как бы еще идет туда дальше я сейчас заправился на Козойл по-моему заправка и вот еще пичигаз какой-то здесь заправка появилась в общем не дайшая до границы примерно 30 километров до Улет Кирей несколько заправок есть и я вам советую на них заправлять прям полный бак я заправил полный бак себе на 30 долларов я давным-давно конечно таких цен не видел я вообще по сравнению с европейскими ценами ну это конечно счастье то есть мне сейчас доехать до Алматы 3 бака даже грубо если взять по 30 долларов это 100 долларов ну там Грузию с Россией я на одном баке проехал и в Турции ну то есть где-то проехать потратить топливо меня много раз спрашивают 250 200-250 максимум 300 долларов вы заплатите но если вы будете ехать на такой машине на гибриде я имею ввиду 300 долларов максимум вы заплатите за топливо ну я считаю что это как бы вообще ни о чем это ну билет на самолет столько стоит сейчас поэтому кайф есть определенно кайф есть конечно же ездить путешествовать по Казахстану очень мало стоит бензин вообще мало стоит по сравнению с Грецией по сравнению с Францией где там до 3 доходило до 2,5 до 3 евро заходило за литр это просто сейчас заправить на 30 долларов полный бак это просто вообще я заехал я заехал 95-98 балдый бак если я там заезжал на 50 до 100 евро то здесь даже на 100 евро у меня даже не поместится и у меня еще не полный бак был на 100 евро по-моему почти 70 километров проехал вот это вот по моему кусочек дороги прям совсем новый прям его вот буквально только-только построили и я подозреваю что вот справа там идет такая грунтовая не знаю дорога или направление или как это вообще назвать ну из камней такая то есть там как бы не клина а такие камушки и как бы это все укатано или из балласта это сделано в общем мне кажется они временно это сделали или там дорога так шла я даже не знаю и скорее всего это вот так было раньше а сейчас вот сделали вот так дорогу вы можете обратить внимание как вот фуры проезжали сейчас и они поднимали вот эту вот глину пыль и скорее всего все равно здесь будет и песками засыпать эту дорогу потому что здесь ветра сильные и может быть глиной будет замывать потому что вот они сделали а она вот так идет вот вся полностью целиком дорога наклоном и возможно если сильный дождь будет идти возможно будет сюда смывать должно как бы наоборот с обочины а у них здесь чуть-чуть не знаю может быть это они сделали такую дорогу возможно они рядом будут еще две полосы строить возможно это просто типа как мы по встречке сейчас едем и скорее всего там будет еще то же самое когда-то потом в перспективе возможно конечно так но в любом случае я конечно же очень рад что дорога хорошая и я вообще нисколько не жалею что здесь поехал я конечно не знаю что там меня дальше еще ждет но я уже 70 километров проехал вот мне рисует 200 километров до на трал и вот здесь вот они басутся не знаю даже возможно это дики лошади я конечно сомневаюсь но здесь населенных пунктов вообще рядом нет друзья примерно вот здесь вот закончился тот асфальт и собственно вот такое здесь началось ралли париж-дакар но здесь люди ездят прям так быстро я должен сказать я думаю вот такая вот здесь была дорога причем в большей степени она здесь такая была и очень быстро ездят люди очень быстро и здесь короче говоря ямы попадаются и вообще все на свете но ничего страшного к счастью ветер сдувает пыль вот видите едет фура а за ним прям вплотную едет таксист это вообще очень нехорошо для двигателя потому что когда в двигатель попадают мелкие частицы вот такие вот твердые они начинают там как абразив шаркать потом в камере внутреннего сгорания или еще где-нибудь и поэтому всегда берегите машину от пыли чтобы особенно в мотор не попадало это все вот ну ничего страшного ехать можно в принципе не так как я проехал конечно там 70 км ну и вот прям видно вот с правой стороны они там закатывают асфальт то ли они там переделывают то ли еще что-то делают потому что как бы навигация видела уже эту дорогу и она понимала что я там могу проехать не знаю почему ну короче говоря сюда нас скинули и ну 30-40 можно здесь ехать максимум все что будет быстрее это уже не очень комфортно и для машины собственно и ну и для вас тоже и ночью я думаю тоже сюда не стоит лезть нет никакой острой необходимости прямо именно ночью здесь проезжать потому что периодически попадаются ямы и да и вообще здесь все что угодно может быть вот они яму взяли засыпали как бы глиной ну а глину выдавило ну и что дальше поэтому в общем смотрите сами когда вам ехать но я бы сюда ночью точно не поехал вот так вот выглядит дорога я так понимаю это дорога вот идет туда собственно и здесь на нее теоретически можно там заехать по песку по по степи ну так здесь никто не делает и она еще не готова то есть это они положили слой асфальта поклали я не знаю уложили и вот просто на щебенку как бы ну там основание тоже вроде бы есть но я не знаю насколько это все долговечно а там вот ездят люди прям по степи собственно и я бы наверное мог сюда заехать просто ну так никто не делает я наверное тоже не буду так делать а так в принципе я бы мог найти место где можно туда проехать на моей машине друзья я не знаю как проектировали строительство этой дороги но вот по мне было бы логичней вот эту вот временную полосу сделать где-то там рядом и потом ее в перспективе ее бы сейчас укатали бы фуры бы тут все 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 утрамбовали и потом бы они бы могли ее использовать как еще дополнительную ну как встречную полосу условно говоря на нее расширить дорогу а они получается взяли здесь как-то хаотично ее прокинули видимо где им легче было или где им проще было и ну вообще особо не заморачивались просто взяли сделали здесь эту временную дорогу потому что они ее потом не смогут использовать она как бы вся такая извилистая кривая а им даже наверное придется здесь в некоторых местах я не знаю потом убирать это или она она просто наверное так и останется да скорее всего останется еще классно на гибриде то что здесь можно ну останавливать двигатель внутреннего сгорания вот я допустим еду 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 и к примеру ко мне навстречу там или меня обгоняет и я знаю что сейчас допустим пыль будет рядом со мной я просто газ отпускаю а она начинает ну то есть она отключает мотор и грубо говоря она глохнет воздух уже не сосет только на электричестве едет поэтому это еще вот один плюс гибрида о котором я даже не знал значит друзья где то вот здесь вот мы опять возвращаемся с вами на на вот эту трассу по которой мы ехали но и вот этот вот участочек которые по которому я сейчас только что проехал они его скоро закончат они его закончат в этом году до зимы и в следующем году уже можно будет ездить то есть я сейчас только что проехал где-то километров может быть 10-15 ну 20 максимум километров вот по по вот этой объездной степи как раз вы увидели как ну какая здесь собственно дорога была раньше и вот они вот так сегментами участками ее делают открывают то есть периодически я думаю здесь разные подрядчики работают и скорее всего скорее всего скоро уже наверное может быть даже в этом году они ее закончат но по крайней мере вот этот участок видно что там ведутся работы и они как бы асфальтируют что они уже там финишные работы выполняют друзья посмотрите любопытное такое здесь в общем зрелище это штучки они между прочим качают либо нефть либо еще что-то качают такое ну да как бы и они причем повсюду здесь же в основном нефть добывают в Казахстане а и по всей видимости они просто вот так стоят качают да и получается нефть почему они не могли здесь сделать дорогу качают нефть все есть счастье было недолгим короче говоря вся вот эта дорога которая ну она собственно вот так отойдет и она просто превращается вот в такую то есть это ну как бы не по степи я там еду а по дороге по основанию которую они подготовили и там было написано 25 километров если я там 5-10 проехал то еще 25 здесь ну наверное в общей сложности мне сказали 50-60 километров вот такой дороги будет и повсюду и вот эти насосы прям буквально через каждые 100 метров стоят насосы и ну я так понимаю что они качают либо нефть либо газ что им здесь еще качать вы мне конечно напишите пожалуйста в комментариях что они качают мне любопытно причем они по-моему такие старые что ли я не знаю такое ощущение что они должны быть побольше не знаю в общем я видел за границей такие насосы но вот здесь у нас в Казахстане по-моему первый раз получается здесь раньше когда-то давным-давно миллионы лет назад были леса густые какие-то леса с большими деревьями там или еще что-то или может быть даже какие-то были здесь динозавры еще что-то типа этого и потом они как бы но превратились в нефть собственно сначала наверное в уголь потом в нефть как-то так то есть здесь был лес большой гигантский лес когда-то а сейчас здесь степь видите как все переменчиво в нашей жизни наши казахстанские верблюды двухгорбые не знаю тики они или чьи-то мне кажется к ним даже подойти можно они даже не убегут мощные такие верблюды конечно они у них такая шерсть то есть из них делают одеяло они очень теплые верблюжьи и они не жарко летом потому что здесь изнуряющая жара Каспочта видимо посылки доставляла и не холодно лет но зимой потому что здесь зимой тоже бывает очень холодно на западе читал про верблюдов очень интересное у них строение носа и ну в общем вот этой части которой они дышат у них там такая система в общем она работает вот как кондиционер когда вот вы используете кондиционер вот этот блок второй который на улице висит он выделяет конденсат и то есть капает водичка собирается вода то есть нос этого верблюда он таким же способом работает и когда он дышит этим носом он делает сам для себя воду и поэтому он может находиться даже в пустыне где влажность вообще минимальная то есть он из сухого воздуха даже способен сделать себе воду из воздуха добыть и как бы попить а питается он вот то что у него в горбу у него там находятся типа запасы жира и он колючки кушает и может долго без еды без воды вообще быть уникальное животное конечно и сейчас хотят в пустыне строить тоже по такому же принципу теплицы которые будут сами для себя воду делать периодически ездит грейдер и ну как бы ровняет подравнивает эту дорогу я так понимаю вот они основание создали из балласта и теперь машины ездят ее как бы упрессовывают долбят этот балласт и периодически где-то появляются ямы там или бугры и грейдер как бы выравнивает и машины опять ровняют но вместе с тем на дорогу вываливаются все всякие вот разные булыжники там еще что-то поэтому здесь вообще нет никакого смысла гнать потому что ну это небезопасно по крайней мере и самая оптимальная скорость это вот здесь 20-25 км в час ехать и вот этот промежуток в принципе можно за час проехать ну вот так начали на расслабоне конечно люди здесь некоторые и 60 и 70 едут кто-то даже может до 100 разгоняется но разницы по сути нет за 20 минут проедете этот участок условно так говоря за 15 или за час ну небольшая разница 40 минут никакой роли не сыграют а как бы для машины и для вашей безопасности это большую роль играет потому что чем вы сильнее едете чем больше скорость тем сильнее удар куда-то там на подвеску или еще куда-то и где-то вот здесь в степи на ветру в пыли стоять здесь еще прохладно ну не очень так прям чтобы прохладно но прохладно и и ремонтировать свою машину вообще у меня лично никакого желания нет вот эти все машины которые несутся они в основном все это либо таксисты либо новые машины на транзитных номерах и вот вы покупаете машину условно говоря там с Грузии или еще откуда-то откуда они их там привозят я не знаю везут и получается они вот здесь на них несутся как я не знаю последний раз и потом вам продают так что вы имеете ввиду а там вот справа видно что они как бы делают основание готовят основание но все равно на глину то есть укладывают дорогу делают дорогу на глину и ну не знаю глина мне кажется она если как бы сухая туда классно а если попадает вода то она мягкая становится поэтому если как бы здесь затопить то соответственно может и дорога поплыть подняли ее но это глина и то есть как бы основание то глинин глинистая дороге я конечно не специалист не строитель автомобильных дорог но водитель сохраняя скоростной режим так как здесь вообще гонять я не знаю вот они даже ставят 60 км в час да здесь вот 30-40 максимум ехать чтобы ну не кидала не болтала машина вот это вот новые машины куда-то везут прям тоже своим ходом гонят здесь есть железная дорога параллельно тоже проходит почему они по железной дороге не перевозят допустим эти грузы там или еще что-то но машины вот новые машины вот так вот здесь по этой дороге не знаю я примерно километров 10 проехал еще примерно столько же там вроде бы будет потом получше но в целом терпимо если вы никуда не торопитесь 20-30 км в час можно ехать нормально вообще абсолютно здесь хорошо видно как они насыпали собственно глины и просто ездят эту глину трамбуют а потом сверху уже будет асфальт ну я не знаю я нигде в европе не видел чтобы вот так из клины строили дороги может быть это конечно и допустимо глина в принципе относительно такой прочный материал но если она сухая только при одном условии а если как бы здесь будет попадет вода или еще что то то я думаю не очень но здесь как бы другого материала нет у них здесь нет ни камней ни балласта ничего потому что я подозреваю что здесь было либо океан либо какое-то море большое либо еще что то то есть вот из чего нефть получается она получается либо из леса либо из каких-то там мертвых каких-то животных из чего-то такого большом количестве потом получается энергия то есть нефть это по сути энергоносители и я вот там уже вижу километров через пять наверное может быть через три вот эти вот вертушки ветряные генераторы и мне на границе сказал дальнобойщик что но типа когда я их увижу уже все после этого будет асфальт и в принципе там 30 километров там ну километров 40 в общей сложности да это вообще пустяк я себя честно говоря готовил к тому что и дорога здесь будет хуже и и то что ну как бы этот промежуток будет больше поэтому скорее всего в следующем году уже можно будет здесь спокойно по асфальту ездить много пасется вот таких вот лошадей ну типа как диких полу диких ну сами по себе в общем они здесь пасутся я думаю конечно же кому-то они принадлежат и в общем если вы любите лошадей вот вот контакт с лошадьми они очень любят морковку и яблоки и вы можете где-то на базаре купить там какую-то такую морковку видите испугалась машину лошади очень пугливые и я думаю они подпустят вас прям к себе прям покормить потому что они здесь какую-то сухую траву идти от колючки я не знаю как они отреагируют если вы к ним подойдете ну скорее всего бросить можно и они может быть даже и с рук пойдет то есть такой контактный зоопарк можно здесь устроить все я вижу вот эти генераторы ветряные и ну по пробегу я вижу что уже достаточно проехал скорее всего сейчас это этот балаган limited закончится таксистов самая распространенная машина это toyota ipsum но на которой они здесь носятся во первых очень быстро и как бы таксуют вот так она выглядит самая часто вы встретите здесь вот эта вот машина toyota ipsum и по всей видимости ну так получилось что это одна из самых вместительных и в то же самое время крепких машин и ну проверенная прям вот именно действительно на практике именно не mercedes не бмв никакая машина а именно вот во первых toyota во вторых toyota ipsum это типа подразделение по моему corolla идет ну класс и просто семиместная такая типа большая королла то есть она экономичная эта машина и в то же самое время крепкая и вместительная еще плюс ко всему очень много прям я наверное за день ну около ста наверно таких машин здесь увидел ездят конечно разные пикапы там джипы там фуры еще что-то но вот именно то что таксуют toyota ipsum самораспространенное такое друзья здесь можно увидеть беспредел вот опять ипсум этот несется это вот таксист пожалуйста ветер не успевает сдувать пыль поэтому я скитываю скорость но в любом случае пыль не стоит то есть машина проезжает и как бы ветер уносит эту пыль можно ехать в принципе можно если не торопиться если бы все еще не спешили бы потихонечку ехали ну понятно у таксистов тут работа такая быстро ездить но для меня загадка почему допустим люди же могут на автобусе поехать на поезде какой смысл им ехать трястись здесь если можно по или даже на самолете полететь я не думаю что оно там намного выгоднее получается чем к примеру на поезде спокойненько проехать или на самолете пролететь я не знал что будет ветер не думал о том что будет ветер потому что если не было бы ветра допустим то это пыль бы она бы как бы вся поднималась и она была бы вот ну здесь в атмосфере на дороге и был бы вообще здесь шискач конечно безумный макс дорога ярости все классно но я не могу поставить круиз на 20 км в час у меня самая минимальная там это 30 а 30 ехать уже как бы сильно ну сильно трясти начинает и вот единственное немного нога устала потому что я круиз не могу выставить а так в целом ну терпимо вообще терпимо и я понимаю что я уже скоро тут совсем чуть-чуть осталось возможно даже за этим бугром все закончится вот они остатки старого асфальта это вот во 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 и посмотрите какие ямы 6 до какого состояния нужно было довести асфальт прям уже все просто уничтожили дорогу и только в этот момент начали строить новую ну и вместе с тем казахстан это как бы не самая бедная страна в этом регионе нефть добывается все вообще как бы есть но можно же было построить дорогу давно уже мы в 21 здесь вот заканчивается этот беспредел как мне и сказал дальнобойщик которого я встретил на таможне как говорит вот эти вот вентиляторы увидишь все дальше пойдет асфальт хорошая дорога так оно и есть ну в целом 50 километров они делают все дальше и дальше и дальше туда в сторону границы продвигаются вот ну и получается с каждым моментом то есть сейчас конец октября с каждым месяцем все больше и больше будет сделано дороги так вот они вот вроде бы сделали дорогу а она такая вот типа как ну пьет что ли не идеально ровная не идеально гладкая как там была и вот она построена на глине друзья то есть основание там есть какая-то щебенка там первых слоев этот фракция большая ну или наоборот маленькая камушки побольше и как бы да но это все на глине решит то есть если грубо говоря глина намокнет она размягнет то я не знаю как это работает вообще ну я всегда думал что на глине как бы ну да вы можете там бетонное основание укладывать там еще что-то дальше потом делать но вот так вот прям дорогу здесь же фуры ездят фуры тяжелые как будто бы гребенка какая-то может быть это еще не финальный конечно слой может быть они еще будут добавлять или что я вообще понять не могу почему она такая некачественная новый асфальт и он прям бум 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 смотрите скорее всего это предварительный слой и будут еще сверху добавлять хотя чем ближе мы подъезжаем к городу от Рао тем больше здесь верблюдов они такие все забавные но у них у всех в ушах такие специальные ярлычки и естественно это чьи-то верблюда конечно же но все равно я думаю можно остановиться рядом с ними какое-то время провести может попробовать их покормить даже их здесь очень много особенно прямо возле трассы они стоят ну туда не уходят внутрь вот там тоже какой то скот пасется в общем дорога стала чуть-чуть получше я надеюсь что там они просто не закончили потому что там прямо даже мод 60 не ехали и такими Нужно отметить, что вообще абсолютно некачественно сделали дорогу. Они так долго ее строили, так давно, и так наплевательски вообще сделали. Во-первых, вот это по краям, это клина лежит у них на обочине. И то есть, когда идет дождь продолжительная, это все начинает киснуть и превращаться в болото. То есть, те люди, которые съезжают с трассы по тем или иным причинам, то есть, они могут просто сострять даже там на этой обочине. Это во-первых. Во-вторых, ну как бы вся дорога лежит на этой клине, и ну любой строитель, даже самый-самый, я не знаю, он понимает, что нельзя строить ничего на грунте. То есть, мы строим обычно на несжимаемых грунтах. И основание берем, это самое главное, по сути. Это во-первых. Во-вторых, вот видите, вот съехал кто-то, и ну там сразу видно, что он съехал, прям следы остались. Во-вторых, то есть, сам асфальт, он как-то положен, я не знаю, уложен. Как-то или у ката неправильно, то есть, он неровно, он идет так холмиками небольшими. То есть, когда скорость машины набирает, такой звук бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ну, несмотря на то, что асфальт, это как бы новый, вот только что здесь поклали, положили, смонтировали. Вот. Когда мы едем, 50, вроде бы, ну, нормально, но как только скорость набирают, и еще, ну, то есть, промежутками. Где-то вроде бы нормально, а где-то вот прям начинают так бом-бом-бом-бом играть. Естественно, все это превратится потом в стиральную доску, в гармошку, и придется эти участки ремонтировать. Как всегда у нас в Казахстане это дело любят. Друзья, 73 километра остается до Атырау. Ну, там до гостиницы. И там вот, собственно, дорога закрыта. Да, вернее, дорога готова, но они зачем-то берут людей и опять вот на вот это вот дерьмище спускают. Я уже думал, песенка спета. Но почему-то они взяли и опять сюда засунули все машины. Посмотрим, сколько это длится. Это, собственно, где-то 4-5 километров максимум был объезд. И я думаю, они его закончат. Ну, до Нового года они его закончат. И уже в следующем году здесь этот участок будет нормальный. Единственное, вот меня беспокоит, то, что они это лепят все на глине. Но, возможно, конечно, они отводят, они делают такие трубы. И они отводят именно место, где может много воды собраться. Отводят от дороги. А здесь, в принципе, несколько метров. Такая штучка, типа, защищает тоже. Ну, глина как бы не будет под дорогу пускать воду. Ну, а с другой стороны, вот на обочине, обочина сделана из глины. Как человеку экстренно, допустим, нужно съехать. Как ему съехать? Он же застрянет там. Нафиг. Ой, друзья, не знаю я, как у нас здесь это вообще все лепится. Лепешки эти. В общем, в целом я как бы доволен. Ну, самим именно маршрутом и самим своим решением, как я, в общем, проехал. Потому что иначе мне бы пришлось бы пипец там как объезжать. И, возможно, пришлось бы вот этот озенки там стоять в очереди. Не знаю. Одни говорят, там быстро вроде проезжают. Другие говорят, там надо ждать. Ну, гугл как бы именно составляет маршрут вот через Драу. И, ну, я как бы здесь тоже не был. И поэтому я решил здесь проехаться. Поехал бы я здесь второй раз, не знаю. Если бы, допустим, доделали бы дорогу, ну, а ее как бы доделают, то, в принципе, можно было бы, почему бы и нет. Поехать в Грузию нормально. Что, Россию за один день проехали, да, Драу за один день доехали. А и Грузию, и все в Грузии, в принципе. Если вы едете, как я, на 5 месяцев путешествовать, то, конечно, есть смысл поехать на машине. А если вы хотите поехать, у вас ограниченный отпуск, вам нужно быстрее проехать, то, ну, не знаю. Тут экономия, она сомнительная идет. Если вы едете, вам нужно быстро-быстро проехать, вам нужно считать, рассчитывать, сколько вы сэкономите. Если у вас большое, много людей, 4 человека в машине, то, да, наверное, есть смысл сэкономить деньги. Если вы едете, как я, один, ну, не знаю, может быть, есть смысл полететь на самолете и, как бы, заплатить эти деньги, а там снять машину в аренду. Потому что у машины тоже есть ресурс, детали, тоже все изнашивается, резина изнашивается. У меня здесь одна только резина, тысяча или полторы тысячи долларов, там колеса почти две тысячи долларов стоят. Поэтому, ну, как бы, это все стоит денег, и все нужно считать. Не только то, что вы там потратили на бензин. Все, все нужно считать, рассчитывать. Когда вы прилетаете в Анталию, вам дают машину, в принципе, в этом тоже есть своего рода кайф. Но я люблю путешествовать. Я люблю, когда у меня картинки меняются перед глазами ландшафта. Я вот так люблю, вот, смотрите, вот, коровы пасутся, верблюды пасутся, там люди живут. Ну, вот, как бы, мне это любопытно смотреть. И опять съезд, блин. Вот они достали. Пьет водичку верблюд. Вот. Капец. И вот опять, видите, вот этот Toyota Ipsom. У них у всех стекла разбитые, побитые. Они здесь носятся и носятся. Короче говоря, весело. Весело здесь, конечно. Но одним делом, да, запад. Wild, wild west. Здесь у верблюдов какой-то кипиш начался. Они решили кинуться под колонну с фурами. И прям так активно побежали. Я думал, они так не бегают активно. Они прям, оказывается, могут ускоряться даже. Какие животные любопытные. Вот так вот. Ну, массивные, конечно, существа. Чё и говорить. А вот-вот машины поехали. Как раз таки с транзитными номерами. Интересно, на наши рынки или на чьи. Ну, вот эти машины, по-моему, если я не ошибаюсь, они уже по годам не проходят. Хотя, может быть, и проходят. Camry. В основном японские. RAV4, Camry. И у нас в Казахстане очень любят вот эти машины. Camry, да, вообще, говорят, даже типа национальная машина. Toyota Camry очень любят в Казахстане. И, ну, самая распространенная модель. После неё, по-моему, идёт Prada, если я не ошибаюсь. Ну, Toyota, Toyota, ну, все на первом месте. А вот среди таксистов вот эти Epsom. Они прям здесь вообще не заканчиваются. И вот сколько я смотрю, на обочине парковались люди. Столько осталось следов. Ну, я имею в виду, когда дождь шёл. И как они вот будут с этим разбираться, для меня вопрос. Я такого количества верблюдов, они прям здесь на каждом шагу вообще нигде в Казахстане не встречал. И лошадей много, и верблюдов. Коров меньше, а вот верблюдов прям очень много. Прям они стадами и вот так вот туда-сюда. Как их отслеживают, я не знаю. Видимо, у них какие-то маячки есть. Или они знают им как домой приходить. Где они живут вообще. Потому что здесь же степи. Здесь же как бы и волки могут их сожрать, в принципе. При желании. И так здесь дорога, да, всё понятно. А туда пойти куда-то в степь, там же вообще очень сурово всё. Вот здесь тоже коняшки решили перейти дорогу. На самом деле, друзья, это весьма опасное такое мероприятие. Не только для лошадей, но для людей, а для машины тоже. Потому что, ну, лошадь, может, она тяжёлая, как бы. И она может так натворить делов. 15 километров перед Атарао. Вот опять здесь бездорожье такое. Я так понимаю, это, наверное, вот самая старая дорога, которая была изначально. Она так выглядит. Там ещё мост какой-то, по-моему, шелестнодорожный. Тут осталось ехать до 16 километров, бля. Там навигатор пишет 35 минут. Возможно, это связано с тем, что по городу там будет немного медленней. Но прям возле Атарао вот такая вот дорога. Не знаю даже, что сказать. Так меня встречает город Атарао, друзья. Улицы не асфальтированные. Не асфальтирована ни трасса, ни вот у людей. Здесь вот эти вот возле домов тропинки ничего не асфальтировано. Ну, 10 километров ехать ещё, как бы, понятно, для Крайна. Ну, всё равно так или иначе, можно уже сделать определённые выводы. Там вот у людей некоторые заборы прям. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. Утопично выглядит нефтяная столица Казахстана. Как-то пыльно всё, грязно. И вообще, может быть, я, конечно, от Казахстана отвык, но... Что-то здесь прям совсем зелени мало. Вот они вроде бы стараются посадить деревья, но... Они то ли не растут из-за ветра, то ли из-за чего, я не знаю. Весь город какой-то такой угрюмый. Серо-укрюмый. И пробки. То есть, вот, 5 километров 20 минут ехать. Возможно, сейчас просто уже все едут с работы домой. Поэтому здесь так, трафик. А ещё, плюс ко всему, дороги. Ну, вернее, их отсутствие. Вот я как... Только трасса вот эта закончилась на подъезде. Как там начались плохие дороги. Здесь их просто, я думаю, вообще никогда не ремонтируют. Они как бы, ну... Их когда-то сделали, ушатали. И... Ну, и всё на этом, собственно. Да, печально, конечно. Зато сергейки на каждом столбе висят. Ну, это, наверное, правильно, по сути. Ну, то, что здесь нет асфальта вообще. Асфальт, вернее, есть, но как бы он давным-давно уже пришёл в упадок. И никаких тротуаров. Людям нужно вот выбирать. Либо они по грязи будут идти, либо по дороге в нескольких сантиметров от машин проезжающих. А складов, как бы, очень много. Может быть, я, конечно, ещё не доехал до центра. Давайте подождём, не будем делать выводы. Друзья, заехал я, подъехал ближе к центру. Появились тротуары, появились нормальные дороги асфальтированные. Видимо, там прям совсем была окраина, потому что, как бы, здесь тоже и зелень есть, и... Ну, и мосты, и прям такой существенный такой серьёзный город. Вот, я, честно говоря, почему-то думал, что он поменьше будет, а он прям такой, достаточно серьёзный. Вот, с мостами, с развязками, с пробками, со всеми делами. Но всё равно пыльный город. Пыльный город, потому что грязь таскают, машины на дороге, и всё это наверх поднимается, и люди потом всем этим дышат. Вот, Астрахань, как мне показалось, не такой пыльный город. Видимо, потому что там водоёмов побольше, и зелени побольше, и вся вот эта грязь, она, как бы, ну, закатана, либо травой засажена, либо закатана в бетон, в асфальт. По всей видимости, я где-то буду в центре жить, в Макдональдс. Увидел. Друзья, мой номер. На сегодня это гостиница Казахстан. Халат тоже есть. А, ну, потому что здесь спа есть. Очень тепло. Очень тепло, и я прям кайфую от того, что здесь тепло. Виды, конечно же, никакого нет. Кровать тоже вот так стоит. Интересно. Ну, они пишут, что четыре звезды. А здесь, по-моему, ещё одна комната. А, нет, это туалет отдельно. Как будто квартира. Здесь шкаф, душ. Ну, собственно, всё есть, что может понадобиться. 50 долларов – это с завтраком. И вы можете ещё здесь заказать за 10 долларов ужин и обед. Ну, отдельно 10 долларов обед, отдельно 10 долларов ужин. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы быть, чтобы быть, чтобы быть, чтобы быть, чтобы быть, чтобы быть.